Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. Взрыв на автозаправке. Трое человек с ожогами доставлены в больницу. За их жизнь борются врачи. От Махачкалы до поселка Темиргою дистанцию около 30 километров пробежал представитель Муфтията. Для чего такой полумарафон, рассказывают наши корреспонденты. Выход под музыку, световое оформление и единая экипировка. Новая борцовская лига «Вольник» набирает обороты. Итоги очередного турнира в нашем спортивном блоке. Трое жителей Махачкалы пострадали при пожаре на автозаправке. Возгорание произошло на АЗС по улице Акушинского, 12В. По предварительным данным, причина происшествия – загорелась арматура трубы, подводящая газовая цистерня. Затем пламя распространилось на складское помещение. К тушению были привлечены 26 человек и 9 единиц техники. В ожоговый центр Республиканской клинической больницы с места происшествия были доставлены трое мужчин. Как сообщает Минздрав, отец и сын 65 и 44 лет получили ожоги более половины поверхности тела и травмы верхних дыхательных путей. Их лечением заняты комбустеологи и реаниматологи отделения реанимации. Третий пострадавший, 63 лет, с небольшим поражением тела, получает лечение в палате интенсивной терапии. На месте пожара помощь была оказана еще двум пострадавшим, получившим незначительные повреждения. В госпитализации они не нуждаются. Там же, на проспекте Акушинского, произошла авария. 17-летний местный житель, перемещаясь на легковом автомобиле, врезался в рекламный столб. Вместе с ним находился пассажир 22 лет. Оба молодых парня получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Причины ДТП выясняются на кадрах, которые вы видите. Просматриваться, что машину смяло, а столб остался неповрежденным. Социально-экономическое развитие Дагестана до 2030 года обсудили сегодня в Махачкале. В ней приняли участие первые лица региона под председательством главы республики Сергея Меликова. В обсуждении программы также приняли участие представители Минэкономразвития России по Северокавказскому федеральному округу. В рамках конференции глава обозначил главный вектор для развития региона. Проект социально-экономического развития Дагестана включает в себя стратегию до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Он направлен на усовершенствование сфер энергетики региона, ЖКХ, туризма, социального развития, здравоохранения и не только. Уважаемые коллеги, до 2024 года мы должны вывести республику из отставания от других регионов. Если мы сегодня не достигнем тех темпов показателей среднестатистических по России, мы не сможем развиваться дальше. Нам не на что будет опереться. Поэтому до 2024 года мы закладываем и такие важные для нас аспекты, как снижение инфраструктурных ограничений, развитие дорожной сети, решение вопросов, связанных с земельными отношениями, что на сегодняшний день в Дагестане еще более усугубляет процессы экономического роста. В Кайтакском районе увековечили память руководителя одной из следственных майорских канцелярий Петра Первого Ивана Бутурлина. Торжественное открытие мемориальной доски, а также обновленной улицы прошло в селе Маджалис. В приветственном слове руководитель регионального следственного управления Анатолий Щуров и глава Кайтакского района Алим-Темирбулатов рассказали о вкладе Ивана Бутурлина в становлении российского государства. Бутурлин стоял у истоков первых российских следственных органов. Мероприятие завершилось подписанием соглашения между Кайтакским районом Дагестана и Александровским районом Ставропольского края. Это послужит главным импульсом для тесного сотрудничества и продуктивного взаимодействия обоих муниципалитетов. В здоровом теле здоровый дух. Председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов пробежал почти 30 километров, тем самым призывая население к здоровому образу жизни. Это первый его забег на такую дистанцию. Подробности узнал Хамзанур Магомедов. Мухаммад Майранов – председатель республиканского муфтията. Профессиональную деятельность успешно совмещает со спортом, регулярно выступая на соревнованиях. В этом году Майранов победил на международном турнире по джиу-джитсу. И вот решился на новый вызов. Махачкала Тимиргоя – первый забег Мухаммада. Он готовился к этой дистанции всего три недели. Вроде нормально, дыхание хорошее. Колено чуть-чуть подводит. Боюсь, старая травма чуть-чуть дает о себе знать. Ну, решала добежим. Во время забега председатель муфтията немного мешала боль в колене. Тем не менее, ему удалось преодолеть дистанцию почти в 30 километров. На финиш его встречали друзья и коллеги. Бег для меня не новое что-то, но на такую дистанцию я впервые бегаю. И сегодня по воле Всевышнего получилось пробежать 27 километров. Но я думаю, на этом мы не будем останавливаться и попробуем увеличить дистанцию. Хочу призвать молодежь, да и не только молодежь, чтобы занимались спортом, вели активный образ жизни, отказались от вредных привычек и ненужных дел, которые не приносят им пользы. Мухаммад Майранов продолжит подобными акциями призывать молодежь к занятию спортом. Следующий забег религиозный деятель планирует осуществить на более длинную дистанцию. Хамзанур Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанская делегация в Новороссийске рассказала о виноградарстве республики. Зампредседателя правительства Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов принял участие в работе круглого стола по теме развития виноградарства. В своем выступлении он рассказал, что изменилось в аграрном производстве республики после принятия федерального закона, а также о состоянии отрасли в целом. В числе особенно важных вопросов, которые выделил Абдул Муслимов, это необходимость строительства питомников по производству саженцев винограда. По словам вице-премьера, ежегодно в регионе необходимо высаживать до 4 миллионов саженцев. Участники круглого стола также рассмотрели широкий круг вопросов о реализации федерального закона о виноградарстве. Инициатором круглого стола выступил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. Вывести вольную борьбу на высокий уровень. Такую задачу ставят перед собой организаторы первой борцовской леги «Вольник». Накануне в Каспийске завершился пятый турнир этого молодого промоушена. В рамках спортивного шоу на ковре встречались медалисты Олимпийских игр, чемпионы молодежных первенств Европы и бойцы ММА. Что из этого получилось, расскажет Курбан Рагимов. Выход под музыку, световое оформление и единая экипировка. К организации очередного шоу «Лига Вольник» подходит со всей ответственностью. Борцовскому промоушену лишь около полугода. Все начиналось с детских матчевых встреч, а теперь здесь выступают настоящие звезды борьбы. Мы за то, чтобы борьба была красочной и в нем был элемент шоу. Для того, чтобы борцы имели такую же финансовую возможность, как и люди, которые выступают в ММА. Так как борьба вообще сам как вид спорта уникальный большой историей, она стара как мир. Потому что это естественное положение двух людей, когда они встретились и захотели побороться. Захотели выяснить, кто из них сильнее в рамках правил. Поэтому мы стараемся переходить на профессиональный уровень. Пятый турнир лиги украсил поединок с участием Магомед Расула Магомедова. Маленький силач из Кироваула завоевал титул в весе до 35 килограммов. А кульминацией вечера стал выход мастеров. В складке опыта и молодости Магомед Ибрагимов уверенно одолел хасаюртовца Шамиль Имама Гаджа Алиева. Болельщики еще увидят призера Олимпийских игр на этом турнире. С ним был подписан контракт на три встречи. Идея создать первый борцовский промоушен пришлась по душе всем любителям этого вида спорта. Олимпийские чемпионы, функционеры и аксакалы спорта уверены, «Вольная борьба» заслуживает большего внимания и поддержки. Турниры комментируют титулованные спортсмены. Прямая трансляция идет на республиканском ТВ и на Ютьюбе. «Очень приятно видеть, что такое армазское соревнование проходит. И это на самом деле мне нравится и молодежь, и зрителям, и спортсменам». В свои спадки на пятом шоу «Вольник» также выиграли махачкалинцы Абдурахман Гетинавасов и Гетиномагомед Гаджиев. А в главном борцовском поединке вечера Шамиль Мусаев взял верх над спортсменом из Осетии Батразом Газаевым. Следующий турнир организаторы планируют провести в конце октября. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. В Избербаши накануне прошло масштабное спортивное мероприятие. В его программу вошли велопробег внутри города, перетягивание каната и состязание по армрестлингу. Для всех желающих на стадионе труд устроили мастер-класс по стрельбе из лука и провели встречу с именитыми спортсменами. В спортивном событии приняли участие глава города Избербаш Магомед Исаков, замминистра спорта республики Гайдарбек Гайдарбеков и имам города Абдулла Салимов. После состязания горожан угостили пловом. Событие было организовано духовенством города при поддержке администрации. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания.